Среди моих знакомых много тех, кто ведет активный образ жизни, и сложно представить их сидящих в четырех стенах. Но именно активная жизненная позиция не позволяет им сложить руки. Заведующая Мильковской библиотекой Анна Шмелева-Михайлова проводит онлайн-занятия со своими юными читателями. А если в них насыпать землю? Анна Валентиновна признается, часто из-за работы не хватает времени на домашние дела. А в этом году и цветник, и огород у нее в отличном состоянии. Успела и рассаду высадить. Вот это лук, вот это помидорки, здесь лук и сельдерей. Семья тоже занята делом. Дочь Ксюша умело распределяет время. Я читала уже за время самоизоляции, наверное, около 10 книг. Даже не представляю, как бы люди сидели на изоляции, если бы не было интернета. Именно благодаря ему мы можем общаться бесконтактно. А солисты Виа Пламя даже проводят репетиции, находясь друг от друга на расстоянии порядка 200 километров. Именно столько разделяет Москву и Тверь. Руководитель ансамбля Юлия Ринчева и солист Александр Евдокимов работают над новой песней. Давайте пройдем песню. Я хотела, знаете, какую песню пройти? «Синие дожди». Мы давно с вами планировали ее выучить. «Синие дожди, синие ветра, ты меня с собой позови. Не было бы дня, не было бы костра, не было бы меня без любви». Условия экстремальные Юлии пришлось держать на руках ребенка, но репетиция получилась продуктивной. А Александр Евдокимов, который, как и многие россияне, верит в то, что 75-летие победы наша страна отметит обязательно, уже готовит новую песню, написанную на стихи Андрея Дементьева. «Немецкий лес, немецкая дрова, и рядом русский поднялся солдат, а над солдатом небо синева. Как нежный материнский взгляд, он не дошел сто метров до зима, Он до победы полчаса не дожил, чужая мать сюда опять пришла, Свою кручину возложить к подножью». В это время многие открывают в себе новые способности. Так тренер под дзюдо Гаджимурад Гаджимурадов готовит вкуснейшую выпечку и коктейли. Рецептами он готов поделиться с нашими телезрителями. «Друзья, предлагаю рецепт молочного фруктового коктейля, Который можно легко приготовить дома во время карантина. Для этого нам понадобятся мороженые ягоды, которые у нас есть в морозилке, У меня вот клубника, можно любые по вкусу, какие только у вас сохранились. Банан, немного молока и сливок. И у нас готов прекрасный коктейль. Будьте здоровы, не болейте, оставайтесь все дома». Если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту И не забудьте указать свой телефон для связи. Вместе мы сможем многое.